Настроение поднимает, конечно. Новый год кругом в городе. И раньше было в детсадах, во дворах, елки. Елки приятно. Новый год встречаем в хорошем настроении. Весь город готовится к предстоящим праздникам. И Самарское метро не стало исключением. Конкурс предновогоднего оформления станций проходит уже седьмой год. Продемонстрировать можно как коллективное творчество, так и индивидуальные авторские концепции. На каждой станции есть новогодняя иллюминация, снежинки, гирлянды, установлена елочка. Тигр, символ наступающего года, встречает пассажиров. Все это создает праздничное настроение, чтобы человек с утра, отправляясь на работу, куда-то по своим делам, проникался новогодней атмосферой. Саму идею по проведению новогоднего конкурса традиционно подали работники метрополитена. Они ежегодно обновляют украшения, многие из которых создают собственноручно. Практически на всех станциях появился главный символ – животное, соответствующее конкретному году по восточному календарю. Это просто, чтобы пассажирам было приятно, даже и нам самим. В конце подводят итоги ведомственного конкурса и определяют фаворитов. Коллективам дарят призы и награждают грамотами. Так, в прошлом году самой нарядной была признана станция «Кировская», сотрудники которой неоднократно становились лидерами этого конкурса. Каждый коллектив, а в коллективе это порядка от 20 до 30 человек, почти каждый принимает участие. Непосредственно на оперативном совещании мы это делаем все официально, дарим грамоты, дарим коллективам бытовую технику, которая очень востребована на станции. Помимо метрополитена, другие перевозчики также приготовили новогодние акции и поздравления для пассажиров. В том числе в планах запустить новогодний трамвай с Дедом Морозом и Снегурочкой. Николай Гришечкин, Всеволод Кокарев, Новости губерния.